Вы любите сказки? Все люди на свете любят сказки. И любовь эта начинается с детства. Волшебные, веселые, даже страшные. Сказки всегда интересны. Сказки на Руси известны с древних времен. Рассказывание сказок – старые русские обычаи. До этого говорили байка или басень, от слова баять – рассказывать. Объединяет все сказки то, что каждая из них – вымышленная история со счастливым концом и обязательной победой добра над злом. Сегодня вспомним и поговорим о героях волшебных сказок, но не о добрых и смелых, как Иван-Царевич, Илья Муромец или Василиса Премудрая. О злых, страшных, сильных, отвратительных чудовищах, которые несут погибель людям и царствам. Это прежде всего Кощей Бессмертный, Баба-Яга. Это и Змей Горынычки, Кимора, Соловей-Разбойник, Водяной, Кот-Баюн. В сказке этот персонаж пришел из Былин. Там с трехголовым, бывало и пяти, и семиглавным чудищем сражались богатыри – Добрыня Никитич, Никита Кожемяка. А зовут его Змей Горыныч или Горынище. Горыныч умеет летать. У него есть небольшие крылья и хвост со стрелкой на хвосте, а особенно змея такова. Отругил змею голубу богатырь, выросла на ее месте новая, а то и две. Змей Горыныч умеет говорить языком животных и человека. Считается, что имя змея Горыныч произошло от способности изрыгать языки пламени в случае опасности. По другой версии, Горынычем назвали, потому что живет в горах. Рядом с местом, где течет огненная река, где он стрижет мост, соединяющий мир живых с царством мертвых. А современным детям, наверное, Змей Горыныч знаком больше по мультфильму о трех богатырях, где Добрыня Никитич перевоспитал Змея Горыныча в доброго и отзывчивого друга. Кощей бессмертный, хранитель царства мертвых. Кощей означает сухой, тощий. От него, видимо, произошло современное слово «кость». Кощей посылал на землю засуху и сушал ее, делал бесплодным. Кощей изображает обычно в виде скелета в черном плаще. Это самый злой и сказочный персонаж. Кощей называют бессмертным колдуном. Так Ивана Царевича в сказке «Елена Прекрасная» он превращает в орех. Царевну и царевны лягушки он наряжает в кожу земноводного. А в сказке «Иван Соснович» Кощей расправляется с целым царством, превращая его в камень. Сам же злодей предпочитает оборачиваться вороном. Но Кощей хоть и называют бессмертным, но он очень боится смерти. Недаром старается спрятать свою смерть таким образом, чтобы до нее никто не добрался. На море и океане, на острове Буяне стоит дуб. На дубу – сук, на суку – сундук. В сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо. В яйце – игла, на конце иглы – смерть Кощея. Много добрых молодцев сгинуло, добывая смерть Кощееву. Баба-Яга – старуха, которая умеет колдовать. В народных сказках она летает на метле и в ступе. Баба-Яга может дать герою добрый совет или подарок, как в сказке «Морозка». Баба-Яга похищает детей, как в сказке «Гуси-лебеди». Баба-Яга сражается с героем, например, если он у нее что-то похитил. Живет Баба-Яга в избушке на курьих ножках в лесу в Тридевятом царстве. Чтобы войти в избушку, надо произнести заклинание «Избушка, избушка, встань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом». А герой сказки представал перед Бабой-Ягой, и как же Баба-Яга встречала своего гостя. «Фу-фу-фу, русским духом пахнет, вот зажарю тебя и съем, а потом на твоих костях поваляюсь, покатаюсь». Но как бы ни злилась Баба-Яга, она должна была спросить у путника «Кто ты, добрый молодец? Зачем пожаловал? Дело пытаешь, а лят дело лытаешь». На что отвечает ей добрый молодец «Ты меня сперва напои, накорми, в баньке попарь, да спать уложи, а потом и пытай». И только после этого Баба-Яга может испытать Костя мудрыми загадками. Тем, кто не отгадывал загадки, приходилось плохо, а если молодец проявлял ум и смекалку, укажет ему Баба-Яга путь-дорогу в тридевятое царство, да еще и одарит чудесными подарками. А вы знаете, что лес населяет не только звери и птицы, но и множество духов, которые следят за человеком, проникшим их владением. Царем-хозяином леса считается леший. С виду леший похож на человека, но приглядитесь и заметите, что в его одежде все перепутано. Тулуп повернут наизнанку, левый лапоть одет на правую ногу, глаза у него зеленые, как мох, а по ночам горят, как два светлячка. Бровей и ресниц у него нет, а также нет и правого уха. Осенью леший буянит и куролесит в лесу, а зимой спит до весны. Живет он обычно в буреломе или старом дупле, показывается и исчезает внезапно, хлопает в ладоши, свищет, а укает. Может превратиться в любого зверя или растения, а то прикинется стариком или путником. Если вы пришли в лес добрыми намерениями, уважительно к зверью и лесу относитесь, то он вас не тронет. Над боязливым и робким человеком он подшутит. Ну, если вы ему чем-то не понравились, ой, берегитесь, заблудитесь. Недаром говорят, леший водит. Водяной повелитель озерного или речного дна, а подданные его русалки. Водяной не очень злобен, но не упустит случай заманить неосторожных купальщиков к себе на дно, чтобы развлекали его. Он может принять человеческий облик, но водяного легко узнать, потому что с левой полы его постоянно капает вода. Где бы он ни сел, место постоянно оказывается мокрым, а начнет причесываться и с волос труится водиться. В своей родной стихии водяной неодолим, все рыбы ему подвластны, все бури, штормы и ураганы, а на земле сила его слабеет. Обыкновенно он ездит на саме, при дневном свете водяной большей частью скрывается в глубине, а в ночном сумраке выплывает. То в образе огромной обомшелой щуки, а то в своем истинном виде. Тогда можно увидеть, что при молодой луне волосы его свежие и зеленые, будто водоросли. А на исходе месяца седы. Также меняется и возраст водяного. При рождении месяца он молод, на ущербе стар. Вынырнет водяной лунной ночью из волн, обмотается тиной, наденет в острую голову шапку, оседлает корягу и поплывет проказить. То хлопает по воде ладонью, и звучные удары его слышны далеко по плесу. А в ночную пору частенько дерутся водяные с лешими, отчего идет по лесу грохот и треск падающих деревьев. Кикимора в сказках является отрицательным персонажем, но иногда она бывает и добрая. Кикимора – уродливая старая или немолодая женщина со скрюченным носом. Кожа зеленоватого оттенка, одежда вся в лохмотьях. Она напоминает Бабу-юго, как внешне, так и по злодеяниям, но в некоторых сказках бывает и доброй, даже помогает по хозяйству. Дружит Кикимора с Бабой-юго и с лешим с водяным. Обитает в лесу на болотах или в избе вместе с людьми. Например, в одноименной сказке Кикимора предстает перед читателями невидимой помощницей. Ночью хлопочет по хозяйству, но позже, когда ее растревожили и обидели, становится злой и пакостницей. Не дает жития домочадцам, шумит и бьет посуду. А в сказке Василиса Премудрая Иван-дурак изображена сердитой и хитрой старухой, живущей на топях. Здесь она заодно с Бабой-ягой, и вдвоем они стремятся погубить Ивана-дурака. Но в конце концов, проделки зеленой болотной Кикиморы терпят крах. Соловей-разбойник – лесное чудовище, которое сидит на дереве, близ дороги, и нападает на путников, оглушая их неистовым свистом, внешностью соловья-разбойника восточная. Согласно Белине, соловей-разбойник ровно тридцать лет не пропускал ни конного, ни пешего, а убивал не оружием, а своим свистом. Конец этому положил русский богатырь Илья Муромец. Выехал Илья Муромец в чистое поле и увидел следы богатырские, и по ним поехал, и приехал на те леса Брынские. Соловей-разбойник послышал себе кончину и бесчастье великое, и, не допуская Илью Муромца за двадцать верст, засвистал своим свистом разбойническим крепко, но богатырское сердце не устрашилось. Он изловил злодея, привез его в Киев и бросил в ноги князю Владимиру. Кот Баюн может считаться самым загадочным сказочным героем. Встречается он в сказках нечасто. По преданиям, кот Баюн жил в лесах, вдали от людей, и не слишком любил гостей. Зверь с остальными когтями и клыками сидел на железном столбе, и когда видел приближающегося путника, начинал мурлыкать и заговаривать его. Усыпив бледенность человека, кот бросался на него, убивал и съедал. И со способностью говорить мифического зверя и назвали Баюн, от слова бая и болтать, разговаривать. Несмотря на опасность, встречи с котом искали специально, ведь он мог излечить от хвори и даже подарить своим мурлыканям вечную жизнь. Поэтому кот Баюн был желанной добычей для царей, колдунов и ведьм, которые, чтобы не рисковать, отправляли на его поиски других. В некоторых сказках кот Баюн упоминается как верный помощник Бабы-Яги. Он докладывал в старой ведьме новости, а также помогал ей по хозяйству. Изловить кота удалось Ивану Царевичу, и сказке Василиса Прекрасная, и Андрею Стрелку, и сказке Пади туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И покоряясь воле храбрых молодцев, сумевших его побороть, Баюн готов лечить людей и дарить им счастье, жить. Волшебным сказкам присуща воспитательная роль, ведь сказка – это многовековая народная мудрость. Через сказку мы познаем окружающий мир и свое место в этом мире. Получаем первые представления о добре и зле, дружбе и предательстве, отваге и трусости. Эти представления появляются именно через образы отрицательных героев, потому что в конце сказки главный герой становится более нравственным, проходя через определенные испытания, созданные именно отрицательными героями. А герои с нечистой силой на самом деле не такие уж злые и коварные, просто они требуют особого отношения к себе, ведь человек вторгается в их мир, а они только защищаются. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok